Всем привет! Сегодня у нас постоянная рубрика, кто чего нашел и за сколько это было продано. Поверьте, это может быть вам интересно, потому что такие штуки вполне могут быть у вас дома, так что смотрите в оба. И первый лот у нас вот такая вот старая кукла, а именно старая паричковая кукла по пьемаше 58 сантиметров. Материал разный и это справедливо. Также продавец уточнил, что эта кукла лежала десятки лет в коробке, бережная, так сказать, использование и хранение предыдущего владельца. Но, увы, есть следы времени. Он ничего не клеил, не чинил, не зашивал, вот как есть, так и продает. За такой старой куклой следило 167 человек и сделали они 279 ставочек. И в итоге продана она, а здесь внимание, за 40 тысяч и 10 гривен. Это у нас 1517 долларов или 85 491 рубль. И это за куклу. Монетка мечта, а именно 3 копейки 1854 года. Это у нас Варшава. Состояние превосходное. Так пишет продавец. Материал такой монеты имеет состояние. Смотрите по фотографиях. Никакой реставрации, скрытых дефектов и всего такого нет. Также продавец уточнил, смотрите какая красивая, ровная кабинетная патина. Монетка у нас не из земли, не копанная. Где-то в столике лежала. За такой нечастой монетой следил 291 человек и сделали они 136 ставочек. И в итоге монетка продана за 17 тысяч и 17 гривен. Это у нас 645 долларов или 36 361 рубль. Монетка деньга 1731 года. Многие скажут, и чего здесь такого, я такую находил. Да и я такие находил и не раз. Но это не простая монета. Это у нас, так сказать, медуза и гладкий гурт. Материал имеет состояние хорошее. Монета помыта только водой. Дальше и дышать боялся, так пишет продавец. Конечно же он поставил ее на обсуждение. Где знатоки сказали, да, 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 это она, медуза. Что такое медуза, посмотрите в интернете. Но вкратце, орел не такой, количество перьев. За такой монеткой следило 62 человека. И сделали они всего лишь 12 ставочек. Но вот такая вот с виду затертая деньга, но необычная, медуза, продана за 2710 гривен. А это у нас 103 доллара. Или 5790 рублей. А простая бы и доллара не стоила. Продавали и игрушки времен СССР. А именно у нас грузовик, на котором написано. Морозово. Это у нас Киев. Материал металл, состояние хорошее. Просто превосходное. Холодилка держит долго, резина новая, покрашен, все чики-пики. Так пишет продавец. Никаких скрытых дефектов и ресторации не было. Смотрите внимательно на фотографии. За такой игрушкой следило 37 человек. И сделали они 169 ставочек. И в итоге машинка продана за 10120 гривен. Это у нас 384 доллара. Или 21623 рубля. Вот так-то. Кто бы мог подумать. Смотрите, 5 копеек 1931 года. Вот лично я находил такие и не раз. Они у нас ничего не стоят. Но здесь монетка необычная. Присмотритесь. Это брак. Так сказать, двойной штамп. Что это значит? А по этой монетке дважды шмяк-шмяк штампом прилетело. И от этого она стоит денег. Потому что есть любители браков. Материал алюминиевая бронза. Состояние. Смотрите по фотографиям. Никакой реставрации. Всего такого нет. Нашел, помыл и продаю. Конечно же монетку поставлю на обсуждение. Чтобы знающие люди сказали, что это не рукоблуд. А это действительно брак. За такой монеткой следило 54 любителя браков. И сделали они 18 ставочек. И в итоге такой пятачок продан за 1669 гривен. Это у нас 63 доллара. Или 3566 рублей. Продавали и огромный клад. А именно две тысячи и три монетки. От Александра до Николая. Так пишет продавец. Материал в медь. Состояние, так сказать, кладовой. Реставрации. Дефектов нет. Нашел, помыл и продаю. В описании продавец уточнил, что монеты в различном состоянии. Есть как неплохие, так и подтёртые. Большое количество просто не видно какого года. Потому что вот это вот зелёная жбонь. Также уточнил, что у нас, напомню, 2003 монетки. Из них по 5 копеек 80 штук. По 3 копейки 419 штук. По 2 копейки 570 штук. По 1 копейки 877 штук. И 1 вторая 57 штук. За такой кучей монет следило всего лишь 13 человек. И сделали они 72 ставочки. И в итоге ведро монет продано за 20222 гривны. Это у нас 767 долларов. Или 43209 рублей. Чердачная находка. А именно очки люфтваффе. Да-да, именно так. Это у нас 1941 год. Откуда они у людей? Да кто его знает. Дед забрал у какого-нибудь ганса. Материал алюминий, латунь, стекло и прессованная резина. Так пишет продавец. Состояние оценивайте по фотографиям. Все дефекты пытался показать. Ничего не скрывай. За такими очками следило 29 человек. И сделали они 119 ставочек. И в итоге очки люфтваффе проданы за 2512 гривен. Это у нас 95 долларов. Или 5367 рублей. А вот смотрите личная находка поисковика. Это у нас золотой античный перстень. Да-да, вот такое вот находят люди. Материал золота и камень. Состояние смотрите на фотографии. Никакой реставрации я лично не делал. Скрытых дефектов нет. Также подвес уточнил вес. С камнем колечко весит 7,61 грамм. Конечно же он поставил его на обсуждение. Чтобы знающие люди подтвердили, что да, это именно антика. А не какой-нибудь там новодел Мады Инчайна. Люди сказали, да, это настоящее колечко. За таким лотом только представьте. Следило 470 человек. И сделали они 151 ставочку. И в итоге колечко продано за 50200 гривен. Это у нас 1903 доллара. Или 107265 рублей. Ого-го. И опять личная находка поисковика. С виду это обычные 2 копейки. Та, что царица полей. Многие скажут, что это стоит денег. Таки да, друзья. У нас 2 копейки 1813 года. И заметьте, здесь гурт-шнур. С гладким гуртом мы много находили. А вот такая это редкость. Продавец пишет, может это единичный случай. Чтобы гурт-шнур именно в этом году. Материал медь. Состояние смотрите по фотографиям. Конечно же монетка была выставлена. Опять же на обсуждение. Потому что раритет. За таким лотом целило 113 человек. И было сделано 29 ставочек. И с виду обычная царица полей была продана. За 2801 гривна. Это у нас 106 долларов. Или 5985 рублей. А простая не стоит и доллара. А вот заграничное чудо. Почему заграничное? Потому что продавец написал, что пистолет привезен из Германии. Но работает идеально. Спусковой механизм делает так. Клац-клац-клац. Длина такого чуда 48 сантиметров. За таким пистолетом следило 73 любителя поклацать. И сделали они 129 ставочек. И в итоге продан он за 9600 гривен. Это у нас 364 доллара. Или 20512 рублей. А это у нас чердачная находка. А именно чайник-самовар на углях. Состояние смотрите по фото. Но очень хорошее. Без вмятин, трещин, ремонтов и всего такого. И главное не течет. В описании продавец добавил старый чайник-самовар. На углях предположительно 19 век. Высота с ручкой 34 сантиметра. А вот без ручки 19. Объем доверху 2,4 литра. Клейм, увы, не нашел. За таким чайником следило 35 любителей погонять чаек. Сделали они 78 ставочек. И в итоге продан он за 9000 и 1 гривну. Это у нас 341 доллар. Или 19232 рубля. Продавали и вот такую штуку. У нас граммофон. Материал соответствующий. Так пишет продавец. Состояние хорошее. Никакой реставрации, скрытых дефектов нет. Я ничего не чинил. Так как в этом не понимаю. Работает или нет тоже не знаю. Потому что не знаю как обращаться с данной штукой. Так утверждает продавец. За такой штукой следило 38 человек. И сделали они 104 ставочки. И в итоге такой граммофон продан за 12100 гривен. Это у нас 459 долларов. Или 25854 рубля. Продают люди часто и картины. Но я заметил почему-то девчонки, на которых не очень много одежды, продаются намного дороже, чем цветочки и яблочки. У нас картина 70 на 100 под названием «Подружки неизвестного художника. Холл с маслом». Так пишет продавец. Представьте только. Вот такая вот метровая картина. Материал соответствующий. Состояние смотрите по фотографиям. Смотрю я и думаю. Вот почему у меня таких подружек нету. Или они только между собой дружат. Но не важно. За таким лотом следило 55 человек любителей подружек. И сделали они 35 ставочек. И в итоге такая картина была продана за 2206 гривен. Это у нас 84 доллара. Или 4713 рублей за метровую картину. Да, продавец написал. Может быть ее в баню повесить. Не знаю. И последний лот по традиции это бронзовая статуэтка. В нашем случае это молодая девушка возле колонки. Так свой лот назвал продавец. Вот смотрю я и жалею, что у нас все лето колонок нету. А так бы пришел с утра. А там стоит она. На, 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 на. Но не об этом. Материал бронза и мрамор. Состояние новое. Никакой реставрации, дефектов нет. Это означает, что рядом никто водичку не набирал и не терся. Высота такой красоты 340 миллиметров. А вот размер мраморного основания 210 на 170 сантиметров. Вес 6 килограмм 520 грамм. 6,5 килограмм такой вот бронзовой красоты. Да, кто-то из подписчиков говорил, что данные статуэтки делают, так сказать, живой девушку. О, хорошая работа. За таким лотом сидело 52 человека, любителей попить водички с колонки. И сделали они 80 ставок. И в итоге статуэтка продана за 4400 гривен. Это у нас 167 долларов или 9401 рубль. Да, друзья, хотел спросить. Напишите, вот данные ролики вам интересны или нет про цены. Зачем спрашивать? Да потому что данные ролики очень долго делать и монтировать. Может не надо делать или надо. Напишите, должны такие ролики жить или нет. Мне очень важно ваше мнение. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!